всем здравствуйте вы на канале 30 плюс я алена медицинский психолог и нутрициолог сегодня с вами говорим про закисление организма и соответственно признаки ацидоза алкалоза это могут быть достаточно серьезные вещи если у вас учащенное сердцебиение ваши ногти ломки запах мочи резкий ощущение кислого вкуса депрессия это часто история с закислением многие не знают что причина закисления изменение ph в пользу кислого то есть мы сами можем на это повлиять из-за этого могут быть проблемы с сердцем могут быть проблемы с работой заболевания жкт могут развиваться но организм саморегулирующая система если мы с вами говорим про то что ощелачиваться такого не я не вижу смысла я вижу смысл работать с сочетаниями ощелачивающих продуктов то есть когда мы с вами видим что у человека он ест молочку мясо яйца это явно кислотная диета человек болеть голова могут быть даже спутанность сознания то есть алкалоз возникает при кстати зачелачивание ацидоз при закислении то есть у нас должен быть баланс отсутствие энергии головные боли вот эта история она часто идет такая и невриты связаны с беспокойство связаны часто с такой истории поэтому ph жидкости нашего организма везде разный но я предлагаю вам убрать полностью фастфуд мучные изделия сладости и неправильный пищевой режим что значит если вы хотите создать более щелочную среду то рекомендую пить щелочную воду приготовленную самостоятельно добавляя зелень лимон при помощи фильтров выбор которых на рынке широк это важно большинство медикаментов значительно снижает ph крови и отсутствие физ нагрузки снижает метаболизм и нарушает физические процессы также как избыточный стресс поэтому животный белок в большом количестве плохо молочные продукты промышленного производства тоже влияют и алкогольные напитки кофе любые продукты содержат который много консервантов они влияют на эту среду поэтому промышленная еда на время исключается из рациона и щелочную диету я не рекомендую я рекомендую вам действительно работать постоянно просто со своим дневником питания щелочные продукты не нужны при остеопорозе сердечной недостаточности мочекаменные болезни и соответственно все это постепенно постепенно можно смотреть и решать какие что он булки понятно все это дешево и вообще бесполезно все думаю уже знают об этом подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пока